ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постпред Украины в ООН Сергей Кислица дипломатически высмеял количество поддержавших РФ стран в контексте признания аннексии украинских территорий. Кроме государства-агрессора, законным присоединение украинских территорий к России считают Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа. Даже Эритрея, традиционно синхронно голосующая с Россией, отказалась поддержать захват украинских земель. В общей сложности против РФ выступили 143 страны, воздержались 35, побоялись выступить против террориста номер один и страны-убийцы. Государства, которые предпочитают замалчивать зверские преступления Кремля против мирного населения Украины. Среди таковых. Таиланд, Тога, Уганда, Танзания, Зимбабве и Алжир. 35 воздержавшихся. Среди вышеперечисленных очень жаль лишь жителей постсоветских стран, которые поддерживают Украину, но находятся в заложниках преступных режимов, возглавляющих их государство и танцующих под дудку Кремля. Петиция с требованием ввести визовый режим с Белоруссией набрала 25 тысяч голосов. Очередное мега-достижение белорусского бульбафюрера. И правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. Первая официальная новость о гибели чмобиков, мобилизованных по указу Путина в конце сентября. Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе. Власти региона окажут их семьям помощь, им выплатят по одному миллиону рублей. Представители автоваза потирают руки. Похоже, новые лады будут раскупать, как горячие пирожки. Как деды и прадеды он сражался с фашизмом. В памяти о Сэй Дигоре купили. Новенькую машину. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Казалось бы, дичь, но ВСУ реально делают счастливым поголовье РФ. Золотые слова. Не только гробокопателей, но и семьи ликвидированных оккупантов. Потерь в вооруженных силах России нет. Родные и близкие зажмуренных Ванек на гробовые выплаты обзаводятся продукцией российского автопрома. Чем спасают последний, мчащийся без тормозов, пропасть. Если у тебя нет никаких возможностей, нет будущего, то хотя бы получи свои гробовые и купи на эти деньги машину. И действительно цинизм, отдельный цинизм этого ролика заключается в том, что тот человек, который его снимал, это чисто операторская работа. Такое ощущение, что он снимает действительно рекламы «Лады». То есть он где-то видел, что надо так крыло показать, вот машина паркуется, вот она выезжает на дорогу. Красивые ракурсы. Да, это люди, которые настолько пропитаны этим цинизмом, этой войной, этой пропагандой, что они, мне кажется, уже не понимают, что они делают, как это выглядит со страной. После ухода зарубежных компаний на Россию остановили 18 из 20 автозаводов. Жигуляторов и «Лад Калин» может хватить не всем. Но это же результат. Не все хорошо и в других отраслях экономики РФ, ускоренное падение которой началось из-за агрессии против Украины. Конечно, все рушится не так быстро, как хотелось бы. Но и пляшивому диктатору взять Киев за три дня не удалось. Не судьба. А это означает, что мяч сейчас на стороне Украины и всего цивилизованного мира, которые будут и в дальнейшем радовать Кремля новыми экономическими ограничениями. А эти санкции, вы видите, что толку от них нет, а вы все их строчите и строчите. Дорогие друзья, мы вместе проделали большую работу. Время коры, жуков и валежника уже недалеко. Ах да, не забываем о пресловутом «боярышнике». Вот кто на самом деле-то нужен. Параллельный импорт, а попросту контрабанда, не спасает Кремль. Он, конечно же, частично наполняет потребительский рынок диковинными западными гаджетами и одеждой. Но с поставками технологии и оборудования для промышленности – полная беда. А это та сфера, с которой у всей оси зла есть похожие проблемы. Разве было когда-то иначе? Санкции добивают и грузовые перевозки РЖД. Лесных грузов и металлолома перевезено на 18% меньше. На 14% рухнули перевозки зерна. Несмотря на обещание экспортировать в этом году рекордный объем за счет украденного в Украине. Наблюдаются значительные спады по другим видам сырья. В общем, вся надежда на воинские эшелоны. Пока не закончится мясо в российских мухосрансках, а также техника и боеприпасы на армейских складах НЗ. Теперь несколько цифр о благосостоянии поголовья РФ. Темпы падения пенсий вышли на рекордный уровень 1999 года. Инфляция почти в 18% добивает зарплаты бюджетников, получивших ранее прибавку к жалованию на 6-9%. На данный момент расходы потребителей упали на 8%. Согласно опросам сервиса зарплата РУ, 80% поголовья РФ начали сокращать собственные расходы. 44% экономят на всем. Каждый десятый российский терпила значительно сократил расходы на покупку еды. «Пожалуйста вам. А все только бла-бла-бла-бла. Так что ничего не жду хорошего». «Ну чего вам еще больше-то надо?» «Бла-бла-бла-бла-бла». 71% российского стада жалуются на очень сильный рост цен, а 25% считают, что инфляция превышает 30%. «Так что благодарите Америку». Будем надеяться, что для рехнувшегося бункерного деда и его опричников уже в ближайшее время наступит тоскливая пора. Голодное урчание пустого желудка поголовья заглушит адский трэш из телевизора. «Конечно. Всегда верю. Люди, наверное, там сидят не для того, чтобы мне лапшу на уши вешать». «Ну конечно». Революции, естественно, не произойдет. Все пойдет по отработанной уже схеме. Хлеб за трудодень, расстрел за три колоска и в конце истории ножки Байдена или продовольствие в обмен на ядерное разоружение. «Это традиция». В процессе деградации страны-убийцы дикими темпами будут обесцениваться и гробовые. Это сейчас на них можно приобрести автомобиль. «Автомобиль москвич». А впоследствии пару буханок хлеба. «Ну хоть это». Спасти больную экономику РФ могут только демилитаризация, денуклеаризация и депутинизация. «Путин-убийца! Путин-убийца!» Последняя верная смерть рехнувшегося деда, но более-менее пристойная жизнь поголовья РФ. Но оно все же надеется на гробовые. «Путин! Путин! Победа! Победа!» «Ура! Гоида!» «Музыка» «Музыка» « politic委ない если заendours!» «Музыка» 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 Продолжение следует...